Девушки отдыхают Наши бабушки и дедушки по приметам в этот день предсказывали грядущую погоду. Коль на небе большое серое облако разглядели, знать вьюга наведается. А ежели тучи высоко гуляют, к хорошей погоде. Если сорока решила отдохнуть на верхушке дерева, придется ждать мороза. А какая же погода ждет нас завтра, 23 января? Сейчас я вам об этом поведаю. В поселке Денежкино, Ивдельского района Свердловской области, минус 6. Неплохая, кстати, погода для уральской зимы. Снег идти не перестанет, а только усилится. Но, думаю, сельчанам не привыкать. Небольшое похолодание одолело жителей поселка Денежникова, что в Можайском районе Московской области. Столбик термометра остановится на отметке минус 1. А ведь до этого была плюсовая температура. И послезавтра она снова вернется. В режиме неопределенности погода остановилась в деревне Деньгубовка Красногорского района Брянской области. Там 0 градусов. Ух, не знаю, хорошо это или плохо. Вот на дорогах-то сейчас что будет. Так что внимательность лишней не станет. В деревне Деньгина Октябрьского района Челябинской области минус 2. Снег продолжит падать. Но стоит заметить, что его будет значительно меньше, чем сегодня. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие. Пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце. А в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»